Новый выпуск Инвершоу. Привет, меня зовут Павел Лобастов. Я продолжаю каждый месяц инвестировать и делиться своими сделками. Сегодня покажу, какие акции и облигации я добавлю в свой портфель в июне 2024 года. Ну и плюс будут еще другие покупки. Поэтому присаживаюсь в подобное. Прямо сейчас можешь поставить свой царский кривский лайк, чтобы поддержать меня. Но я начинаю после традиционного небольшого дисклеймера. То, что все это видео не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я лишь озвучиваю те активы, куда я инвестирую и никого ни к чему не призываю. С этим разобрались, а теперь к теме видео. Итак, я инвестирую с начала 2020 года. За все время прибыль всего моего инвестиционного портфеля составляет плюс 35,36%. Ну и сейчас ты на экране видишь картинку, статистику моего дохода по годам. С начала 2024 года мой портфель прибавил плюс 6,63%. Я считаю, что за 5 месяцев это в принципе нормальный результат, учитывая коррекцию на IMOX. В принципе хорошо, я тебе показал статистику прибыли моего портфеля по годам. Но сейчас я тебе покажу свои инвестиции в акции в июне 2024 года. И первое приобретение это акции компании Henderson. Это одна из крупнейших сетей магазинов мужской одежды в России. Возьму на пробу совсем немножечко, потому что в принципе это хорошая компания. Второе приобретение это акции второй электрогенерирующей компании, либо сокращенно ОГК-2. Это российская энергетическая компания. Скоро будут дивиденды, возможно, поэтому куплю либо сейчас, либо в следующем месяце после дивидендного гэба. В любом случае я добавлю эти акции в свой портфель, потому что их у меня сейчас не так много, а докупать все-таки нужно. Следующая покупка это акции Сбербанк России. Это крупнейший банк в России, я думаю его все прекрасно знают. И этот банк не нуждается в представлении. Я докуплю много акций этой компании, потому что прогнозирую рост вместе с дивидендами плюс 20-25% к концу этого года. Само собой это лишь мои прогнозы, я никого ни к чему не призываю, как я и говорю во всех своих видео, это лишь мои мысли, мое мнение. А стоит ли тебе покупать эти акции, либо другие, я никому ничего не советую. Не рекомендую, я лишь озвучиваю список своих покупок и рассказываю, почему я покупаю этот длинной актив. Повторюсь, никого ни к чему не призываю. Но мы идем дальше. Следующее приобретение это акции Башнефть, акции привилегированные. Это российское предприятие нефтегазовой промышленности. Я докуплю пару лотов, потому что давно засматриваюсь, но цена смущает, бумага кажется перегрета, учитывая возможные дивиденды, но в любом случае нужно докупать эти акции, потому что мой портфель по объему растет и нужно постепенно увеличивать долю других активов, чтобы сохранять диверсификацию. Это залог успеха, по крайней мере моего, потому что я инвестирую много лет и в принципе все что я делаю это подкрепляется цифрами, потому что в начале видео я тебе показывал свою доходность и соответственно это значит то, что все что я делаю подтверждается цифрами и еще раз доказывает то, что мой путь правильный. Идем дальше. Следующая покупка это Транснефть, акции привилегированные. Это российское транспортное монополие, оператор магистральных нефтепроводов России. Значительно увеличу долю в этих акциях, потому что вижу неплохие перспективы. Ну и что касается всех этих приобретений, большинство акций я куплю на брокерский счет, ну и также буду докупать и на счет ИИС, возможно позже эти акции. Но сейчас пока все же по стратегии на ИИС я больше покупаю именно облигации короткие. И кстати про облигации, сейчас я тебе покажу какие облигации я буду покупать в июне 24 года. И начну я пожалуй с облигаций, которые я буду брать на свой счет ИИС. Ну и первая облигация это облигация в УЖБО, название тикера я не буду читать, внизу в описании под видео я оставлю и тикеры, и название, и таймкоды. Вдруг тебя что-то из этого заинтересует и ты по этим тикерам, либо по названиям сможешь найти тот или иной актив. Итак, облигация в УЖБО, корпоративная облигация, тут доходность к погашению более 18% годовых. Дата погашения 2 июля 26 года, а ближайший купон будет совсем скоро, а именно 3 июля 24 года. Следующая облигация это корпоративная облигация Сибур Холдинг, тут доходность к погашению 16 с лишним процентов годовых. Дата погашения 20 января 26 года, но ближайший купон будет тоже совсем скоро, 4 июля 24 года. Следующая облигация это КК Новотранс, тут доходность к погашению почему-то у меня показывает чуть более 9%, на самом деле она больше, но возможно доходности неправильно посчитались, в любом случае это хорошая корпоративная облигация. Дата погашения 16 апреля 26 года, а ближайший купон будет 18 июля 24 года, то есть тоже совсем скоро. Следующая облигация это группа Черкизова, доходность к погашению почти 17% годовых, дата погашения 23 октября 25 года, то есть совсем скоро. А ближайший купон будет 24 июля 24 года, да. Ну и последняя облигация, которую я буду покупать на свой счет ИИС, это облигация федерального займа с переменным купоном 29.006. Тут доходность к погашению 13 с лишним процентов, даже возможно 14, либо уже 15, в зависимости от того, когда ты смотришь данное видео, в любом случае на момент записи видео доходность порядка 14%. Годовых, само собой, дата погашения 29 января 25 года, то есть это короткая облигация, а ближайший купон будет 30 июля 24 года. Супер, с покупками облигаций на счет ИИС мы разобрались, а теперь тебе покажу, какие корпоративные и не только облигации я куплю на свой брокерский счет. Ну и начну я, пожалуй, с корпоративной облигации застройщика ГК Самолет. Тут доходность к погашению более 17% годовых, порядка 18 даже, я бы сказал. Дата погашения 8 февраля 28 года, то есть это достаточно такая среднесрочная облигация, а ближайший купон будет 12 августа 24 года. Следующая облигация, это облигация федерального займа с постоянным купоном 26240. Тут доходность к погашению порядка 18% годовых по облигации федерального займа, обалдеть. Дата погашения 30 июля 36 года, то есть это очень длинная облигация, в 36 году только погасится. Ну а ближайший купон будет 13 августа 24 года. Следующая корпоративная облигация Балтийский лизинг. Тут доходность к погашению 18,5% годовых. Дата погашения 31 мая 1933 года. Длинная облигация с высокой доходностью к погашению в годовых. Ну и ближайший купон будет совсем скоро, а именно 14 июня 2024 года. Следующая корпоративная облигация Азбука Вкуса. Тут доходность к погашению 12% годовых. Возможно, само приложение неправильно считает. В общем, тут доходность порядка 12% годовых. Дата погашения 18 февраля 1933 года. Длинная облигация. Ну и ближайший купон будет 29 августа 2024 года. Ну и последняя облигация на сегодня это Восточная Севидор Компани. Тут доходность к погашению 17 с лишним процентов годовых. Дата погашения 28 июля 2028 года. Среднесрочная облигация, то есть ближайший купон будет 1 августа 2024 года. Супер с покупками, облигации, акции мы разобрались. Кто еще я покупал, куда я инвестировал в июне. Сейчас я тебе покажу свои инвестиции в конструктор Лего в июне 2024 года. Итак, начну я, пожалуй, с первого наименования. Это 10. 599. Такой вот артикул у данного товара. Это 32 на 32 Танно Бэй Сплэт. Короче, это строительная пластина желто-песочного цвета. Купил за 1954 рубля, потому что пластина достаточно редкая, трудно найти именно в таком свете и по адекватной цене. Следующий набор это 9286. Это набор больших базовых пластин. То есть одна серая большая и несколько 32 на 32. Там 3, либо 2, я уже не помню. В общем, ты сейчас на экране видишь картиночку, как это все выглядит. Купил за 3167 рублей. Это, кстати, набор 1998 года выпуска. То есть раритетный. Также я купил очень интересный набор 75387. Это, короче, высадка на Тантиве 4, либо как это так называется. В общем, все мы помним сцену из Звездных войн и 504, когда Дарт Вейдер прилетел на Тантив 4 всех кромсал-повсанцев и в поисках украденных планов Звезды и Смерти. Короче, такой набор мне обошелся в 6793 рубля. Почему так дешево, спросишь ты? Потому что я его заказал из Европы и, соответственно, жду, пока он мне придет. Очень надеюсь, что это будет все-таки оригинал, потому что бывает, что присылают мне оригиналы и, соответственно, можно сразу вычеркивать подобные инвестиции. Но магазин проверенный, так что, в принципе, я надеюсь, что мне придет оригинал. И да, нужно отметить то, что я покупаю только оригинальные наборы, которые произведены в Дании. Потому что со временем они дорожают и это очень хорошая, неплохая инвестиция, которая может давать иксы годовых. И, в принципе, как показал мой опыт, LEGO это очень неплохая инвестиция, потому что я LEGO занимаюсь чуть ли не... Блин, мне было 4 годика, когда у меня появился первый мой набор LEGO. Соответственно, все время я собирал наборы, их перепродавал. Очень, кстати, выгодно. То есть, когда я учился в школе, я искал на Авито различные наборы, покупал их, восстанавливал, мыл, там чистил, собирал. Все, в общем, по деталькам, недостающие до купал с Европы либо с Америки. И, соответственно, дальше я их перепродавал. Очень даже выгодно. Но чем ты занимался, занималась в школе, либо сейчас занимаешься, можешь написать внизу в комментариях. И, кстати, да, возвращаемся к этому набору 75387. Я его купил за 6793 рубля. Это юбилейный набор, который содержит уникальную мини-фигурку Файвса, который являлся очень знаковым персонажем мультисериала «Ввездные войны», «Войны клонов». Так что, возьми себе на заметку. Возможно, такой набор тоже тебе понравится. Ты, возможно, не вышиваю инвестировать, просто возьмешь себе чисто для коллекции, либо детям купишь поиграть. И, в любом случае, это, в принципе, хороший игровой набор для детей, по крайней мере. А для меня чисто для коллекции и для инвестиций. Ну и последнее мое приобретение на сегодня – это коллекционный эксклюзивный набор 75290 МОЗ «Эсли Кантина». Этот набор мне обошелся в 34999 рублей. Очень дешево я его купил, потому что сейчас он торгуется по 40, по 50, по 60, по 70 и так далее. Цены просто заоблачные. Я его купил очень выгодно. И самое главное, что это оригинальный набор. И мне очень повезло забрать последний набор. Всего лишь 35 тысяч рублей, и я получаю суперкрутой эксклюзивный набор с редкими мини-фигурками. И вообще это, ну реально, редкий коллекционный набор, 18+, все дела. Тут 3187 деталей и 21 редкая мини-фигурка. Думаю, не стоит объяснять, что и почему такой набор обязан иметь у себя в коллекции каждый фанат «Звездных войн». Ну, в принципе, с покупками мы разобрались, я тебе все показал, рассказал. И, соответственно, по поводу распределения актива давай немножечко поговорим. Итак, сейчас мне нужно значительно наращивать долю в акциях и открыть пару вкладов. Благо ставки сейчас хорошие, потому что вот ты видишь сейчас картиночку распределения моих активов падалям у меня в портфеле. И, соответственно, в следующие месяцы я буду покупать больше акций. Ну и, соответственно, нужно еще открыть несколько вкладов, потому что сейчас ставки реально супер хорошие, прям реально. Ну и, само собой, лично мне нужно еще порядка 250 тысяч рублей доложить до конца года на счет ИИС, чтобы в 2025 году получить свой заветный налоговый вычет в размере 52 тысяч рублей по счету ИИС. Я уже вычет получал в этом году, и, соответственно, хочу получить его и в 2025 году. Ну и дальше, как пойдет. И, соответственно, мне нужно просто довнести деньги на счет ИИС, купить какие-то активы и получить свой вычет в следующем году. Так я и поступлю. Ну и касательно распределения всех моих активов, тоже сейчас ты видишь все на экране, картиночку можешь посмотреть. Также внизу в описании под видео оставляю две ссылочки. Первая ссылочка ведет на мой портфель по фондовому рынку. Нам чисто акции, облигации, валюта. И вторая ссылочка ведет на весь мой составной портфель, который включает акции, облигации, валюту, недвижимость, лего, цифровые активы, золото, серебро и так далее. Там очень много разных активов, и ты можешь просто перейти по ссылке и посмотреть, куда конкретно я инвестирую, ну и посмотреть вообще доходность, прибыль, мой пассивный доход и так далее. Там все есть, по ссылочке переходишь, смотришь, изучаешь. Все это бесплатно. Что ж, в принципе, видео подошло к концу. Что думаешь, по поводу всего этого есть вопросы, пожелания, пиши в комментарии открытые, обсудим, а за лайки отдельное тебе спасибо. Ну и само-то подписывайся на мой канал, на котором ты смотришь данное видео. Ну а я напоминаю, что с тобой был я, Павел Абастов. Еще увидимся в следующем видео и пока-пока.